Валерия Конева Валерия Конева Евгений Куйвышев оценил значимость работы специалистов авиалесоохраны и добровольцев в борьбе с лесными пожарами. Все мы в Екатеринбурге и окрестностях сегодня почувствовали удушающий запах гари. По данным авиалесоохраны, в Свердловской области сейчас лесные пожары распространились на площади более сотни гектаров. Я хочу выразить огромную благодарность всем добровольцам. Без вас было бы сложнее. Написал в своем телеграм-канале губернатор Евгений Куйвышев. За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировано 8 возгораний в лесах около Екатеринбурга, Нижнего Тагила, в Сесецком и Тавдинском лесничествах. Причиной пожаров во всех случаях стало неосторожное обращение людей с огнем. По данным на 10 утра 9 августа парашютисты-десантники Уральской авиалесоохраны продолжают борьбу с лесным пожаром в труднодоступном районе Пилымского городского округа. Возгорание в Берембаевском лесничестве тушат специалисты наземной службы с привлечением специальной техники. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении огня принимают участие более 130 человек. А Новоуральск тем временем накрыл смог. Вчера вечером в городе появилась дымка. Сотрудники управления по защите от чрезвычайных ситуаций Новоуральского городского округа незамедлительно начали проводить комплекс мероприятий по выявлению источника задымления. Ни в лесных зонах, ни на полигоне такого возгорания не обнаружено. Вчера после обзвона соседних муниципалитетов выяснилось, что ситуация там аналогичная. Как отмечают специалисты, с большей долей вероятности источником задымления являются пожары в Ханты-Мансийском автономном округе. Направление ветра северо-восточное. Именно ветер принес дымку от лесных пожаров из ХМАУ в Свердловскую область, в том числе и в Новоуральск. Горожан просят соблюдать спокойствие. Служба МКУ ЗЧС держит ситуацию под контролем. А теперь к спортивным новостям. Новоуральск встретил спортсмена в честь ежегодного открытого чемпионата по триатлону. Состязание прошло на городском пляже. С 11 утра и до 2 часов дня триатлонисты разных возрастных категорий боролись за победу. Подробности в сюжете Арины Нурехметовой. Через несколько секунд будет дан старт участникам чемпионата Новоуральска по триатлону. Им предстоит водная дистанция, велогонка и финишируют они бегом. Триатлон признан олимпийским видом спорта с 2000 года. Путь участника олимпийской дистанции это 1500 метров плавь, 40 километров на велосипеде и 10 километров бега. Спортсмены соревнований бежали любительскую дистанцию спринт. Она в два раза короче. В этот раз в чемпионате приняли участие более 60 человек разных возрастных категорий. 19 из них юниоры. Некоторые из участников триатлонисты-любители и более профессионально занимаются другим смежным видом спорта. В Новоуральск они приехали из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Для такой дистанции достаточно минимальной общей физической подготовки и умения плавать, чтобы не утонуть. Спасибо. Рады выиграть? Или это для вас очередная такая победа? Ну я выиграл здесь в прошлый раз, поэтому был настроен сегодня тоже победить. В этот раз конкуренция была чуть выше. Пара более мощных соперников была, но сегодня удалось победить. Я рад. Открытый чемпионат проходит каждый год в течение 32 лет. Проводит его администрация города совместно со спортивным клубом «Кедр». Принять участие в соревнованиях могут все желающие. Главное – предоставить медицинский допуск и договор о страховании. К обязательным требованиям также относится наличие экипировки. Например, без гидрокостюма в воду ниже 16 градусов не пустят даже самого подготовленного – триатлониста. Дети у нас преодолели маленькую дистанцию – 300 метров плавания, 8 велосипед и 2 километра бег. А взрослые будут спринтерская дистанция – 750 метров плавания, 20 километров велосипед и 5 километров бега. У нас есть, существуют возрастные группы. Каждая возрастная группа будет награждена дипломом, медалью, ну а победители еще денежными призами. Помимо заряженных спортсменов, на пляже присутствуют не менее заряженные болельщики. Некоторые даже приезжают из других городов, чтобы поддержать участников. Конечно, такое содействие наполняет силами. Но победительница чемпионата среди юниоров Софья Агафонова признается, что занимается триатлоном на протяжении пяти лет. Именно поэтому это не первое золото в ее копилке. Я очень сильно устала. Для меня это не первое соревнование. Мне все понравилось. В этом городе я впервые. Мне очень было все интересно. Очередная победа. Мне первых мест очень много, и для меня это сейчас даже как-то легко стало. Поговорка «в здоровом теле – здоровый дух» кажется уже не просто афоризм, а стиль жизни наших спортсменов. Надеемся, что силы духа и упорства будут сопутствовать им и дальше, ведь нет предела совершенству. Арина Нуреахметова, Павел Сизов, Новоуральская обещательная компания. Новоуральск готовится принять музыкальный, яркий и громкий фестиваль «Новоуральские фанфары-2022». Накануне в администрации округа состоялся организационный комитет, где обсуждали все нюансы проведения трехдневного мероприятия. Уже в 24-й раз Новоуральск услышат музыкальные композиции, которые исполнят лучшие оркестры России. С 26 по 28 августа состоится Всероссийский конкурс-фестиваль духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские фанфары-2022» на Кубок госкорпорации «Росатом». Программа всех трех дней насыщена. Выступления музыкантов состоятся традиционно на разных площадках города, и новоуральцы смогут присоединиться к фестивалю музыки и оказаться в круговороте событий новоуральских фанфар. Действие будет проходить начиная с 26 и заканчивая 28 августа. На сегодняшний день мы имеем заявки от 27 коллективов, почти 710 участников. Города Новоуральск, Азбест, Нижний Тагил, Первоуральск, Ревда, Верхняя Синячиха, Алопаевск, Магнитогорск, Шемардан, Республика Татарстан, Глазов, Ижевск, Екатеринбург, Нижняя Тура, Альметьевск, Пермь, Верхняя Салда, Краснотуриинск и военные оркестры из городов Озерск, Екатеринбург, Челябинск и город Снежинск. Программа фестиваля традиционно насыщена. 26 августа с шести вечера в сквере у публичной библиотеки состоится первое выступление духовых оркестров. В субботу 27 августа с 9.30 до 15.00 в ДК Новоуральский пройдет конкурсная часть, а в 11.00 начнется официальное открытие. С 16.00 27.00 горожане смогут услышать звуки духовых и эстрадно-джазовых оркестров в разных районах Новоуральска. Музыканты сыграют на площадках у клуба «Альфа» на Мичурине, в сквере у детской школы искусств, возле 48-й школы, на бульваре имени Фоменко и у школы номер 40. В этот же день в театре состоится концерт оркестров участников фестиваля. А на воскресенье 28 августа запланировано одно из самых зрелищных событий фестиваля. С 16.00 до 17.00 музыканты пройдут торжественным маршем по улицам города от Первомайской 60 до Центрального парка культуры и отдыха. В ЦПКО порадуют зрители своим мастерством исполнения военной оркестры, а после в 18.00 выступит оркестр «Уралбэнд». Фестиваль-конкурс «Новоуральские фанфары». Он проходит в 24-й раз. Он проходит при поддержке и топливной компании «ТВЭЛ», и Министерства культуры Свердловской области, и нашего Уральского электрохимического комбината, и, конечно, государственной корпорации «Росатом», и, конечно, при поддержке главы Вячеслава Яковлевича Тюменцева, и финансовой поддержки бюджета. Вообще, это очень такое емкое мероприятие, и обычно к нам приезжают около тысячи людей, музыкантов, со всей страны, от Владивостока до Калининграда. И мы всегда им очень рады. Это мероприятие готовится более 6-7-8 месяцев, и трудоемкая подготовка, но мы уже готовы, мы знаем, что уже сделаны въезды, уже приняты заявки, уже отработали, на каком транспорте, и кто где будет у нас ночевать, либо не будет, либо уедут сразу, где будут, на каких площадках будут выступать, как будет прохождение, кто будет обеспечивать безопасность. Значит, все, что касается уборки города, все, что касается информационных моментов, освещающих это замечательное мероприятие. Итоги фестиваля «Новоуральские фанфары» подведут 28 августа в Центральном парке культуры и отдыха в 19 часов. Тогда и станет известно, какой коллектив музыкантов получит заветный кубок госкорпорации «РосАТО». В 2021 году, напомним, такой честью удостоился духовой оркестр «Бревис» из города Глазово. Анна Акрамова, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. Лето, горячая пара ремонтов. К главному празднику осени Дню знаний новоуральские лицеисты получат новый стадион. Работы в самом разгаре, но в процессе была допущена инженерная ошибка. В лицее 58 был пересмотрен проект по заливке нового стадиона. И рабочие с новыми силами приступили к работе. Подробности расскажет Арина Нуреахметова. В 2022 году у лицея номер 58 появилась возможность провести реконструкцию школьного стадиона. Городская дума выделила на реализацию проекта 11 383 871 рубль. Строительство объекта было запланировано на начало лета. Осуществляет все работы группа компаний «Окс». Как выяснилось с началом работ, проект был неточным. Уровень стадиона в соотношении с уровнем лицея был заложен на полметра выше. Пересмотр всех проектных данных занял время. И хотя до ввода в эксплуатацию дней все меньше, работы обещают выполнить в срок. Произделен демонтаж всех старых конструкций. Сейчас занимаемся планировкой существующего покрытия для устройства новых покрытий. Здесь будет положен полностью асфальт на подушку из щебня. Будет произведена установка системы водоотвода, установка нового ограждения. Полностью на всю территорию асфальта, кроме проезжей части небольшого участка, будет положено новое резиновое покрытие. Работы ведутся в срок, с небольшим отступлением по некоторым техническим и ряду других причин. Но мы успеем в срок выполнить практически все работы до 1 сентября. Какие-то этапы работ будут доделаны до 10-15 числа, но уже без применения техники. Железные конструкции и амортизирующее резиновое покрытие запланировано для стадиона не просто так. Такой же материал использован на одной из баскетбольных площадок района и хорошо проявляет себя в работе. Современные технологии обеспечат лицеистам качественное, а главное безопасное место для занятий спортом. О том, насколько динамично проходят работы, рассказала заместитель директора по административно-хозяйственной работе. Работы выполняются, рабочие имеются. И сейчас у нас выполняются дальнейшие работы. Все согласовано. С уксом работы ведутся. Ну, как бы идет все своим чередом. Капитального обновления ждали уже давно. Раньше на месте стадиона была устаревшая асфальтированная площадка. Работы необходимо закончить до 1 сентября. После этой даты школьники вовсю будут использовать стадион по назначению. Удерживать молодой растущий организм от активных игр нельзя ни в коем случае. Очень хорошо, что у нас делается современный стадион, о котором мы мечтали уже столько лет. Проект у нас был в 2018 году уже сделан. И немножко не складывались торги наши. И сейчас у нас наконец-то все произошло. Ждем, ждем, ждем. Теперь у лицеистов появится красивый, современный, а главное, безопасный стадион. Его задача – поспособствовать развитию спортивного духа и радовать школьников долгие годы. Арина Нуреахметова, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания. Долой забор, даешь ремонт. 13-й микрорайон уже принимает жильцов в свои уютные коттеджи. Далее расскажем, какие планы строят новоуральские семьи. 13-й микрорайон этим летом полностью открыли. Спустя четыре года строительство официально завершено. На территории появились аккуратные одна-, двух- и трехэтажные коттеджи. Всего же возвели 41 дом. В инфраструктуру микрорайона, включая инженерные сети, водоснабжение, водоотведение, ливневые канализации, газоснабжение и дороги, муниципалитет вложил 172 миллиона рублей, чем снизил стоимость каждого коттеджа практически на 3 миллиона. Сети переданы в муниципальную собственность. Большинство подрядчиков – новоуральские. Генеральным подрядчиком выступил ООО «Корвет». Заказчик строительства ООО «Инвержилстрой» предоставил покупателям ипотечные займы на строк до 30 лет. Это позволило приобрести коттеджи, в том числе и многодетным семьям. В настоящее время все дома уже выкуплены. Один из коттеджей приобрела семья Чураковых. Сейчас жильцы занимаются внутренней отделкой. Мы очень быстро, конечно, включились в процесс ремонта, потому что, ну, поскорее, чтобы заехать в наш новый дом. Для нашей семьи это очень удобно, да, потому что дети, опять же, ходят на кружки, на секции, школы. Удобно возить именно вот в черте города. То есть мы всегда об этом мечтали, и вот, собственно, мечта сбылась. Мы очень давно подыскивали уже себе дом, уже много лет. То есть, как я уже сказала, это была наша мечта. И когда началась вот эта стройка, мы сразу же загорелись и сказали, все, нам надо сделать все, чтобы купить дом себе уже здесь, на самом деле, в городе. Это очень удобно, классно. Но в Уральске очень комфортно жить. Здесь с детьми очень комфортно, то есть безопасно. Рядом озеро. Ну, все, что для жизни нужно, все здесь есть. Поэтому мы, конечно, остаемся здесь. Да, это наш город родной. Мы здесь родились, выросли и живем. По соседству Чураковых находится еще один дом большой семьи. Пока коттеджи не обнесены заборами, многодетные семьи могут поприветствовать друг друга прямо из окон собственных домов. Их разделяют лишь полянки, которые вскоре уже могут измениться. Степан Рязанов хочет на территорию дома видеть площадку и огород, который понравится бабушкам. Этот дом мне очень нравится. Он красивый и в нем много места. Счастливый просто. Не знаю, первые эмоции. Не знаю, долго шли к этой мечте как бы. Вот она осуществилась. Не знаю, мы счастливы, рады. Как дается ремонт, как даются эти изменения? Потихонечку, полегонечку. Да, нормально, в принципе-то. Все успеем, все сделаем. С какими-то сложностями сталкивались? Ну, пока еще нет. Все еще впереди. Но мы все эти сложности победим. Все сделаем, всего добьемся. Думаю, появится горка. Мы сможем лепить снеговиков зимой, а летом кататься там и дома сидеть, телевизор смотреть. Будет легко и удобнее. Можно, например, ягоды растить или что-нибудь другое выращивать. А помимо садоводства, какие еще планы есть? Цветы, например. Розы. Отметим, что на этом инвежилстроении заканчивает строительство новых домов для новоуральцев. Индивидуальное жилищное строительство и малоэтажная застройка продолжатся и дальше, в соответствии со стратегией социально-экономического развития округа. В дальнейших планах разработка проекта планировки межевания территории микрорайона 22Б в Южном районе на участке, где завершается улица Ленина. Настоящий флористический рай расположился в профсоюзной организации неработающих пенсионеров. Там состоялась традиционная выставка «Цветы моего сада». Помимо разнообразных растений в залах расположились флорариумы и предметы для декорирования сада. Подробности в следующем сюжете. На открытии представили свои работы более 70 участников. Каждому хотелось показать долгую и кропотливую работу, поэтому судоводы принесли сразу по несколько композиций. Ассортимент выставки непредсказуем каждый год. Несмотря на то, что экспозиция проходит в основном в августе, участники стараются выбирать самые разнообразные и уникальные цветы. Роскошные лилии, яркие герберы, жаркие подсолнухи и многое другое радовало глаз гостей выставки в этом году. Организаторы постарались и над оформлением выставочного зала, чтобы посетителям хотелось оставить впечатление на памятных фотографиях. Каждый год мы стараемся сделать уголочки, чтобы было интересно, допустим, сфотографироваться. Поэтому у нас есть великолепная фотозона. Психологи выяснили, что долгое рассматривание цветов успокаивает, дарит позитивные эмоции и улыбку. Даже местами суровый уральский климат не останавливает добродушных и жизнерадостных уральских садоводов от создания цветочных шедевров. Ну, вообще, как любой человек, в жизни всегда ищу чего-то светлого. У каждого из нас столько проблем, столько забот, немало негатива, что-то происходит каждый день, что требует выхода определенного. Но вот такие светлые моменты, когда возникают, то прямо искренняя какая-то радость. Надеюсь, что люди найдут возможность прийти и посмотреть, потому что это просто удивительно. Не передать запахи через экран, можно передать только настроение. Пенсионеры занимаются выращиванием цветов как интересным увлечением. И хотя не все из них позиционируют себя как садоводы или цветоводы, но признаются, что любовь к флористике испытывают давно. Цветы – это радость жизни. Но как без цветов? Разнообразие красок, ароматов. Это вообще… Без них жить нельзя. А так цветы практически все есть, и дербейники, и вербейники, подсолнухи, и луки декоративные, и лилии, и гладиолусы уже пошли. Смотрите, у многих они только начинают зацветать. Перешла сейчас на кустарники. Огородничество забросило, перешла на кустарники, начинаю усваивать азы ландшафтного дизайна. Выставка существует уже более 20 лет, так что команда организаторов дружна и мобильна, готова всегда прийти друг другу на помощь. В этом году экспозиция «Четыре дня» радовала гостей уютных цветочных залов. Арина Нуреахметова, Елена Мельникова, Геннадий Донгузов, Новоуральская обещательная компания. Это все новости на сегодня. Завтра, 10 августа в 12.30 в прямом эфире на телеканале ОТВ смотрите программу «Напрямую о главном». В преддверии дня физкультурника речь пойдет о массовом спорте в новоуральске и здоровом образе жизни. Гостями студии станут руководители учреждений спорта, представители администрации округа и новоуральские спортсмены. Присоединяйтесь к беседе. Свои вопросы вы можете задать во время эфира по телефону 9-88-08 или в комментариях под постом в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Только хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин